Волосы на голове становятся дыбом, когда задумываешься над тем, что сегодняшняя власть вытворяет в стране. Верховный грабитель со своей многочисленной бандой продолжает трясти на рот. Мы никому не нужны, нас не слышат и не хотят слышать. Уважаемый зритель, если вы имеете собственное мнение и хотите отставки нынешнего правительства, прошу вас поставить как можно больше лайков и подписаться на канал. Эту правду должна увидеть вся страна. Российская власть в ВВП пошла в беспрецедентный разнос. Что инициатива, так и очередная хохма. А вернее, уже больше похоже на откровенное издевательство над страной. Даже отставка одного правительства, призванное изобразить понимание необходимости перемена, оказалась бездарным кичем. Очередным подтверждением того, что чхало руководство страны на все население России. И не только чхало, но и сверху вывалило отходы своей жизнедеятельности. Только у нас в стране министры, развалившие все, что осталось от так называемой великой державы, вместо того, чтобы сесть на 10 лет с полной конфискацией, отправилась на новые, а еще и специально созданные доходные рабочие места. Объяснение это малахотрону наипримитивнейшее. Сколько же у них друг на друга компроматов. Но даже то, что половина этих компроматов висит на поверхности, этих товарищей не смущает. Ну подумаешь, что у премьера министра Мишустина гуляет миллиарды, которые он, будучи госслужащим, ну никак не мог заработать. Так у него особо талантливая жена и сестра-волшебница. А дети какие одаренные. И такое резюме про каждого члена правительства. Как говорится, рано радуйтесь, господа. Если бы глава государства отправил неугодных министров в дворы нести. А так каждый министр из старого состава правительства нашел себе дело по уму. Люди крутятся, как белка в колесе. На пенсию не могут уйти. Думают, где заработать, чтобы прокормить семью. Зато для министров придумывают новые должности, лишь бы оставить у кормушки. Зачем далеко ходить, если вон он наш Дмитрий Медведев, который вдруг стал заместителем председателя Совета безопасности России. Иными словами, заместитель Владимира Путина. А вот какую замысловатую вакацию соорудил для бывшего вице-премьера Дмитрия Казака. Он теперь третий заместитель руководителя в администрации президента. А после того, как журналисты начали изучать биографии назначенных министров, сразу начали всплывать интересные факты. Например, министр спорта Олег Матыцин имел проблемы с законом. В 2012 году он был признан виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи земель Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма по Черкизовский рынок. Из-за этого бюджет России недосчитался более 120 миллионов рублей. За данные преступления Измайловский суд Москвы штрафовал Матыцина на 20 тысяч рублей. Интересной оказалась и Ольга Любимова, министр культуры. В своем блоге она разоткровенничалась о том, что не любит балет, оперу, классическую музыку, музеи и театры. Об этом она написала в живом журнале еще в 2008 году. Здесь же она признала, что она, цитата, «нихрена не культурный человек». В 2010 году ее цитаты о гражданском обществе вообще нельзя цитировать, просто неудобно. При этом Любимова выпускала религиозные программы, а также принимала участие в постановке более 80 документальных фильмов, посвященных православию. С таким звездным составом Медведев кажется просто няшкой. А вот министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко – удивительный акушер-гинеколог со взглядом палача и зашкаливающим количеством наград от МВД, ФСБ, наркоконтроля и Чеченской республики. Какие же услуги он оказывал таким серьезным структурам, будучи гинекологом, остается догадываться. Но то, что он имел непосредственное отношение к команде надолго севшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера и к скандальной закупке томографов по нереальным ценам – факт. Не меньше вопросов командующему войсками Росгвардией в Сибири Виктору Стригунову. Штаб-политик Алексея Навального в Новосибирске нашел у семьи его дом в элитном коттеджном поселке «Удача». Согласно выписке из Росреестра, недвижимость принадлежит жене Стригунова Мария. Его площадь составляет 527,1 квадратных метров. По оценкам оппозиционеров, он стоит десятки миллионов рублей. Такое угодие не каждый бизнесмен может себе позволить. Для сравнения, штаб Навального приводит объявление о продаже жилого дома в этом поселке стоимостью в 62 миллиона рублей, который в полтора раза меньше жилья, зарегистрированного на Стригунову. Доход Стригунова составил 3,2 миллиона рублей, а его супруге – 346,3 тысячи рублей. Где же командующий Сибирским округом Росгвардии мог заработать такие деньги? Виктор Стригунов возглавлял Восточное региональное командование внутренних войск МВД России с 2007 по 2012 год. Его уход с должности связывали со скандалом вокруг майора ВВ Игоря Матвеева. Весной 2011 года он разместил в интернете видеоролик про собачьи консервы на продовольственном складе его воинской части, которые были замаскированы по тушенку для солдат. После того, как информация подтвердилась к дисциплинарной ответственности, были привлечены 8 должностных лиц. Сам Стригунов перешел в Сибирское региональное командование. В октябре 2016 года после переобразования внутренних войск Стригунов был назначен на должность командующего Сибирским округом войск Национальной гвардии. Вот такие дела. А еще прискорбно то, что очень часто в нашей стране разменной монетой становятся больные дети. Благодаря оптимизации Вероники Скворцова больницы остались без врачей, оборудования, больные без жизненно необходимых медикаментов. А многие родители потеряли своих детей из-за уродов, которые оптимизируют расходы, чтобы чиновникам было чем поживиться. Вспомним девочку из Новосибирска, которая умерла через отсутствие квалифицированной медицинской помощи и отсутствие оборудования. Это не единичный случай. Здравоохранение оптимизировали дальше некуда. И это страшно, потому что цена слишком велика. Человеческая жизнь. Видимо, для наших чиновников это копейки. Все эти свора правителей-губителей представляют неотратимую катастрофу и угрозу для жизни каждого нормального человека. Что думаете, друзья? Пишите комментарии, делитесь информацией. Сегодня на самом деле исторический день. Депутатов Московской городской думы фактически лишают слова. Это нарушение прав всех депутатов и в том числе наших избирателей. Сокращается время на вопросы. Сокращается время на выступления. За 40 минут выступления, где преимущество будет иметь руководители фракции, фактически будет выступлено, выслушано всего 7 депутатов. А из них 5 руководителей фракции, то есть остальные 2 депутата. Два депутата высказали мнение и все. А зачем? Слушать о каких-то чаяниях москвичей. Что там у простых людей происходит? Зачем это миллиардерам? У них же все хорошо. Решаются депутаты слова по мотивам, по ведению. Депутатские запросы мы больше не будем заслушивать. Кто-то говорит об оптимизации? Какая оптимизация? Для оптимизации заседаний можно было всем вместе собраться и подумать действительно, как сократить. Но это никому не нужно. В единой России я имею в виду. Даже не в единой России. У нас есть одна большая проблема. Есть самодурство одного человека. И большинство почему-то, я не могу понять, почему большинство позволяет и о себя вытирать ноги. Почему они слушают, как их кроют матом, особенно сотрудников аппарата. Вот о чем должны быть правки в регламенте. О том, какая ответственность должна быть для председательствующего, если он себе позволил матом покрыть сотрудника аппарата. Вот за это он должен быть лишен слова навсегда. Но об этом ничего нет в регламенте. Регламент вообще превратился в такую вот бумажку-промокашку, которую правит. Вот встал человек утром, ударила, простите, моча в голову, придумалась, сфантазировалась. И все дружно, в том числе Семенников Александр Григорьевич. Юрист так на минуточку. Действительно, грамотный человек, он бежит исполнять, как говорится, в позе чего изволите. Да сколько же это может вообще продолжаться? Вместо того, чтобы спокойно договариваться, конструктивно прорабатывать каждый вопрос, который выносится к повестке дня. Мы повестку дня узнаем перед самым-самым заседанием. Ее скрывают от нас, чтобы мы поменьше могли подготовиться ко всем вопросам. Что это такое? Парламент – это место для дискуссий. И можно выстроить работу совершенно прекрасным образом. Заранее собрались, обсудили, подумали, договорились. Вот тот же регламент. Можно согласиться с некоторым рядом изменений, но некоторые совершенно лишние. Почему заранее не встретиться, не обсудить их? Вот это, вот это мы принимаем, еще вот это принимаем, а вот это вот убираем. Почему так не построить диалог? Я вот искренне не понимаю.